Дорогие братья и сестры, мир вам! Мы очень рады быть в вашем собрании. И так как Есей, отец Давида, направляя Давида к его братьям, сказал такие слова, «Пойди и посети твоих братьев, и расспроси о здоровье их, и как они там». Вы знаете, сегодня, когда мы приехали, очень желали быть сегодня с вами в общении. И братья спрашивают, какая причина посещения. И особенно Владимир Владимирович, мы с ним раньше были в одной церкви, и он говорит, как так внезапно как-то приехали. Я говорю, вот так вот просто приехали расспросить, узнать, посетить братьев. Это очень приятно, что у нас, сколько не едешь по Америке, по Украине, у нас есть братья, у нас есть сестры, которых, как один организм, когда мы слышим, у нас болит сердце за Украину, за Израиль, за всех тех, кто переживает какие трудности и радости. Мы вместе и скорбим, и радуемся. Желаю вместе с вами сегодня прочитать Слово Божие, порассуждать. Прочитаю очень с такой книги, с которой очень мало читают, но мы отсюда возьмем тему наших размышлений. Это книга «Песни, песней», шестая глава, третий стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленной мой мне». Много говорят об этой книге. Кто-то говорит, что это взаимоотношения Иисуса Христа и Церкви. Кто-то говорит, что это пастушок, который взаимоотношения из его Суламитой. Соломон за этим всем наблюдал. Но я сегодня не буду это толковать, объяснять. Отсюда мы возьмем тему «Я принадлежу». Вы знаете, вот все в этом мире кому-то и чему-то принадлежит. Вот если взять, вот есть страна, она вот называется, есть границы, потом есть города, тоже есть границы, где начинается город, где заканчивается. Потом есть улицы, потом есть дома, потом даже в домах есть комнаты. И что-то кому-то принадлежит. Вот этот дом принадлежит одному человеку, вот эта машина, даже номер есть. И по этому номеру можно увидеть, кому она принадлежит, кто ее владелец. И вы знаете, так же и в духовной жизни человек, ему кажется, что я вот сам по себе, много есть такие понятия, что мы сами по себе, мы что хотим, то делаем, моя жизнь, делаю, что хочу, но в сути человек кому-то принадлежит. И только один вопрос, кому? Кому принадлежу я? И еще один вопрос хотелось бы задать, насколько я принадлежу? Если я принадлежу, если мы так, христиане, понимаем, кому мы принадлежим? Принадлежим Господу, принадлежим к Его Церкви, но может быть человек принадлежит, и может не до конца. Есть такое пение, положил ли ты все на Господень алтарь, чтобы если мы даже принадлежим, если мы даже называемся христианами, чтобы мы принадлежали полностью на все сто процентов. Вот это очень важно, потому что по этому принадлежанию, кому я принадлежу сегодня уже здесь на этой земле, там я буду и в вечности с Ним. Слово Божие говорит так, если страдаем с Ним, то царствовать будем с Ним. И поэтому сегодня нужно позаботиться о том, подумать о том, кому я принадлежу и насколько я принадлежу. Был один царь в Израиле, имя его Амасия. Этот царь написан о нем так, очень такое приятное. Вообще о царях пишется очень немного. Вначале, как он, сколько царствовал, как его зовут, мать зовут, и что он делал. Об этом царе сказано так, «И делал он угодное в очах Господних». А потом есть маленькая вставочка, «Но не от полного сердца». Казалось бы, как приятно, как хорошо этот царь принадлежит Богу, делает все угодное Богу. Вот там вот такая вставочка, «Но нет всего сердца». А когда мы читаем дальше эту главу об этом царе, когда он получил победу над врагами народа Божьего, то написано, он взял и одно, и другое, и принес идолов, и начал им кланяться, и начал приносить все жертвы этим идолам. И вот так вот случилось с этим царем. А вначале вроде бы делал угодное. Вы знаете, говорят так, что не нужно много зла или греха, чтобы испортить всю жизнь христианина. Или, как говорят, для бочки меда не надо много дегтя. Одна ложка, и все будет испорчено. Если в нашем сердце еще есть какое-то место для кого-то, для чего-то в этом мире, то тогда мы можем потерпеть урон. И Слово Божие призывает нас сегодня, чтобы мы принадлежали нашему Господу всецело. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленной мой – мне. Когда я буду принадлежать полностью Господу, тогда у меня есть обетование. Тогда и мне что-то принадлежит. Господь не принадлежит. Все его богатства. Когда пришел блудный сын, возвратился домой, там был еще старший сын, о котором очень мало говорится, но более важная мысль о старшем сыне, о нерадивом сыне, который, будучи в доме, не был как в дома. Просто жил с отцом. Отец ему говорит важные слова. Все, что у меня, оно же и твое. Если ты со мной, если ты живешь не просто в доме, а как в дома, ты живешь жизнью отца, значит, все мое – твое. Значит, все богатства, которые есть у меня, у богатого отца, они и твои богатства. И вот, братья и сестры, зависит только от того, кому я принадлежу и насколько я принадлежу. Нет ли у меня такого, как у этого царя маленького «но», который может сделать большую разрушительную работу. Знаете, за Амана сказано, за Неймана, извините, сказано так, он был отличный воин. И опять же встречается маленькая вставочка, но, но прокаженный. И вот уже все теряется, вся сущность, вся ценность. Когда-то на одном благосессии один проповедник проповедовал тоже на подобную тему, говорил, как нужно посвятить свою жизнь Иисусу Христу, о том, что мы должны принадлежать Ему полностью, и наш дух, и наша душа, и наше тело, всецело принадлежать нашему Господу. Один человек слушал, слушал неверующий, поднимает руку, говорит, можно я что-то спрошу? А неужели нельзя просто хоть что-то себе иметь? Ну, все нужно Богу, ну, нельзя как-то себе чуть-чуть что-то оставить. Этот брат так вот вопрос внезапно, он так взмолился и отвечает этому человеку. Говорит, а ты хотел бы, чтобы твоя жена принадлежала хоть сколько-то еще кому-то? Он так подумал, ну, конечно, нет. Ну, допустим, она немного принадлежит, она там на 50 процентов. Да нет, ты что? Нет. Ну, хорошо, на 20 процентов. Ну, хотя бы на 5 процентов, ну, еще маленькую долю там. Нет, нет, не хочу. Так и в жизни христианина. Иисус Христос хочет полностью занять наше сердце, быть полностью Господином нашей жизни, чтобы мы всецело отдали себя на алтарь Господу, на служение Господу. И когда мы полностью отдадим себя для Господа, тогда Господь сможет нами управлять. Тогда у нас не будет других задач, целей. Мыслей, отвлечений. Как Слово Божие говорит, служите Господу без развлечения. Другой перевод говорит, не отвлеченно. Не отвлекаясь на что-то другое. Сегодня так много есть этих увлечений, которые увлекают. Есть большие, есть маленькие. Но для дьявола нет разницы, чем увлечь человека. Как его внимание забрать от Господа, чтобы он не всецело принадлежал Господу. Чтобы он хотя бы чуть-чуть делал что-то для себя, жил для своей плоти. А Слово Божие нас призывает, чтобы нам принадлежать Ему полностью. Вы знаете, в Слове Божьем есть сказано так, когда мы читаем послание римлянам, есть такие слова. Все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Вот как важно, чтобы нами руководил Бог. И такое вот выражение, водимые. Как бы можно представить себе автомобиль, которого водит человек. И в зависимости от человека, который водитель, такое состояние машины и такая езда. Так вот в мире говорят, что хорошему водителю дай плохую машину, и она станет хорошей. Она будет поремонтирована, она будет хорошо ехать, она не будет дыметь, коптеть и все прочее. Она будет хорошо ехать, хорошего водителя. А плохому водителю дай хорошую машину, и она станет плохой. Потому что в зависимости, какой водитель. И вы знаете, один человек рассказывает у него, его тест и взять, и он говорит, они два водителя. Иногда они заезжали за ним, чтобы взять его на собрание с его семьей. Говорит, я уже знал, кто едет на собрание, кто едет меня забирать. Вот слышу, машина гудит, летит, пыль, все, я знаю, это едет зять. А когда машина едет тихо, объезжая каждую ямочку, каждую колюжу, проезжая вот так тихо, все, это едет за нами. Тест сегодня будет, будет езда тихая, мирная, машина не будет шататься, все будет благополучно. Вы знаете, так и в жизни человека. Кому я принадлежу? Бывает, люди говорят, да я принадлежу Богу, вот там в глубине души, вот вы просто не видите, моя внешность просто не отражает так хорошо. Но если бы вы знали, что там в глубине, там я так люблю Бога. Один человек ответил так, а ты можешь в глубине там покушать? А ты можешь в глубине там как-то жить тоже там, ничего не делать, а так вот в глубине себе покушал, и все. Вот так вот людям, мне кажется, что я там в глубине веру Богу, я там принадлежу на все сто. Но вот наша внешность, наше поведение, наши поступки, они должны говорить о том, кому я принадлежу. Все вадимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Они живут тихо, как Слово Божие говорит, безмятежно. У них другая жизнь. Вы знаете, один человек, который был очень страшным человеком, он был бесноватым. И до встречи с Иисусом, этого человека, вот так вот, можно сказать, по жизни било, носило, его не могли связать, не могли удержать. Он жил в гробах. Но после того, как он встретился с Иисусом, написано так, он сидит, одет и рассуждает с Иисусом. Вот что делает, когда меняется Господин твоей жизни, когда меняется твоя принадлежность. Кому-то, кому я принадлежу. Если я даже кому-то говорю, я христианин, свидетельствуют ли мои слова, мои дела, мои поступки, вся моя внешность о том, что меня другой Господин, что мой Господин Бог, которому я принадлежу, принадлежу всецело, где в моем сердце нету места, как Слово Божие говорит так, и не давайте место дьяволу. Братья и сестры, у нас тех, кто уже получили прощение, очищение, которые принадлежат Господу, у нас должна быть постоянная забота. Дьявол, он не успокаивается, он всегда хочет занять место. Идет большая борьба за то, кому человек будет поклоняться. И Слово Божие говорит, Господу, Богу поклоняйся, и Ему одному служи, больше никого. И не может человек служить двум господам. Или одного будет любить, а другого ненавидеть, или по-другому будет. Вот так. И сегодня нам нужно определиться, кому я принадлежу. Если я принадлежу Господу, если вся моя жизнь, то мои дела, оно должно все свидетельствовать о том, что у меня другой Господин, что моя жизнь тихая, что моя жизнь правильная, что в моей жизни есть борьба, за которую я, как Слово Божие говорит, вы еще не до крови сражались против греха. Будут и такие моменты, когда нужно будет сражаться очень сильно за то, чтобы за эту позицию, за то, чтобы принадлежать Иисусу Христу. Дьявол, он будет атаковать, он будет направлять стрелы, и даже раскаленные стрелы, потому что он всю жизнь человечества, он борется за то, чтобы человек, который принадлежит Богу, который принадлежит ему небо, чтобы он служил дьяволу. И, братья и сестры, нам нужно об этом подумать, и сегодня попросить нашего Господа поблагодарить за то, что он сделал все для нас, чтобы мы принадлежали ему, чтобы и он нам принадлежал. Вы знаете, сегодня я не буду уже продолжать эту тему, пусть Господь нас благословит и поможет, чтобы Дух Святой еще больше нам открыл. Слово Божие говорит, если сыны, то наследники, наследники чего? Благодатной жизни небесного Иерусалима, небо с Богом, вечность с Богом. Вот что нам принадлежит, вот какие нам богатства принадлежат уже здесь и там в вечности. Мы посажены на небесах. Иисус Христос сказал, я пойду и приготовлю вам место. Вот что нас ждет всех тех, кто принадлежит всецело нашему Господу. Сегодня нужно об этом переживать, чтобы нигде нам не свернуть с этого пути, чтобы, Слово Божие говорит, так как змей Еву прельстил. Дьявол сегодня, он не просто приходит таким черным и страшным. Ты мне будешь принадлежать, вот теперь ты будешь мне служить. Он так не приходит. Он приходит, как ангел света. Он прельщает, он показывает что-то такое красивое, такое блестящее. И много людей, и молодых, и старых, они идут на эту дорогу. Они ведутся на вот это прельщение, на эту приманку, которую Он ставит. Братья и сестры, да сохранит нас Господь, чтобы нам жить для Господа. Слово Божие говорит так, что вы запечатлены в день искупления. Есть вот это запечатление. И по этому запечатлению, по этой печати, которую мы имеем, когда-то Господь возьмет Своих. Придут многие люди, и даже будут говорить, что мы и то делали, и мы другое делали. Но не поэтому будет определяться принадлежность. Все, кто были запечатаны, запечатлены, у кого будет печать, вот эти люди пойдут с Богом. Да благословить нас Господь, чтобы то, что подарил нам Бог, сохранить и принадлежать Ему на все сто процентов. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...